I have ways of blowing things off. перец который немой и мы видели как он разговаривает по телефону сейчас только вспомнил у нас тут есть поговорить о разговоре по телефону я-то в принципе подумал что ну не мой как бы и не мой но ему же могут звонить люди то есть он мог зазвонить телефон он такой подымает трубку и слушаешь что ему говорят конечно чуть-чуть странно но прям сильных-сильных противоречий я в этом не вижу хотя раз нам предлагают то давайте поговорим вы не не мой у меня есть доказательства карл как вы мне надоели а я не не мой есть причины скрывать это узнать историю рассказывайте вашу историю не верю что вам можно доверять на вижу что выбора у меня нет я помогаю людям из движения новое завтра по большей части занимаюсь оформлением документов тем кто хочет сбежать из страны это это я я хочу сбежать из страны дай мне документы пожалуйста хочу потормозила самодельный пистолет пистолет запрещено хранение иностранной соли да 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 было такое конец агитации техник нейтрализован осталось справиться с машиной мы сейчас пойдем справляться с машиной заселить в дом ингу блин кстати да у меня нет интересно так хорошо так вы революционер не совсем но думайте что хотите сейчас мне нужна ваша помощь найдите мне три паспорта чтобы я мог при проделать переделать их под выездные документы я думаю что я могу это сделать с какой перепугом буду помогать но во первых для вас для вас это пройдет скажем так не безвозмездно а во вторых если вы если вам семьей когда-нибудь понадобятся такие документы вы уже будете знать где их получить нам семьей до нам семьей черт спасибо игра но блин я бы наверное хотел бы спасти карла так то по-хорошему опять же это такая хорошая но не то чтобы отсылка это наверное пересечение реальности из пейперс плиз там тоже нужны были паспорта что всей семьей свалить или не всей семьей свалить там уже как получится но я понимаю что мне далеко не идеальное прохождение и как бы кто же ожидал чтобы такое ладно да да я ему помогу возможно возможно случае чего уехать мне точно не помешает вот это правда отлично карл я буду ждать три паспорта на ишь зависть так каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни мыло сахар хлеб и поощрительные грамоты но помните что завистливый враг не дремлет волны террора которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства уважаемые сограждане идет война страна окружена интервентами а великий вождь лишь ищет внутренних врагов с целью сохранить власть в своих руках государство бросает ложные личи я одну пропаганду заменил на другую чёрт и со страниц партийной печати листовок призывает рабочих и крестьян искать шпионов среди своих близких пора сказать громогласное нет этим репрессиям десятки сотни тысяч трудящихся масс уже откликнулись на наш зов и помогают делу революции и новому завтра усиливается разруха растет голод на батным колоколом звучит приз входящий частный карл я не могу даже передать как мы вам благодарны это было сложное решение я знаю такие повороты в вашей жизни не проходят бесследно но вы должны помнить что спасли очень много людей надеюсь это поможет вам засыпать по ночам я не помню когда я последний раз спал кстати да мы же приняли пилюли противопор противосонные поверьте когда мы закончим с этим по последним паразитами на теле общества у вас будет время чтобы выспаться и в нашей организации звучало чуть-чуть угрожающее восемь тысяч на борьбу с настоящим врагом тираническим режимом так называемого мудрого вождя вступайте в новое завтра могучим голосом правды разнесите этот клич по городам и селам уважаемые сограждане это война это домой пришло великий вождь лишь ищет внутренних врагов с целью сохранить власть в своих руках государство бросает ложный клич отечество в опасности и со страниц партийной печати листовок призывает рабочих и крестьян искать шпионов среди своих близких пора сказать громогласные нет этим репрессиям десятки сотни тысяч трудящихся уже откликнулись на наш зов и полагают делу революции и новому завтра усиливается разруха растет голод набатным колоколом звучит призыв нашей организации мобилизовать все силы на борьбу с настоящим врагом тираническим режимом так называемого мудрого вождя вступайте в новое завтра могучим голосом правды разнесите этот клич по городам и селам от чертова дверь открывайся скорее я хочу паспорта у них поспирать идет война страна окружена интервентами а великий вождь лишь ищет внутренних врагов с целью сохранить власть в своих руках государство бросает ложный клич отечество в опасности и со страниц партийной печати листовок призывает рабочих и крестьян искать шпионов среди своих близких пора сказать громогласное нет этим репрессиям десятки сотни тысяч трудящихся масс уже откликнулись на наш зов и помогают делу революции и новому завтра усиливается разруха растет голод набатным колоколом звучит призыв нашей организации мобилизовать все силы на борьбу врагов тираническим режимом мистер спорядка что происходит карл произошло нападение на агитационную машину техник пропал на полную громкость включена антигосударственная ересь ваша первоочередная задача следить за порядком вы оштрафованы в режимом так называемого мудрого вождя вступайте в новое завтра могучим голосом правды разнесите этот клич по городам и селам уважаемые сограждане ай тут выключать эту балалайку великий вождь лишь ищет внутренних врагов с целью сохранить власть в своих руках государство бросает ложный клич на день ух как полегчало то блин в общем ребят насчет великого вот этого дня рождения великого вождя насколько я понял сейчас наконец-то у меня появилась возможность разговаривать все это говно уехало наконец-то офигеть а полторы сели не мог разговаривать по-человечески а чё у тебя паспорта нету журналы виски виски я кстати заберу тоже не обессудь как говорится где твой паспорт бабка так вот насчет дня рождения великого вождя я так понимаю что это полнейший рандом и я пытался найти какую информацию то есть логически это вычислить не получается имеется ввиду что блин это за счет чисел за счет подсказок насколько я понял что все равно ты кликаешь рандомным путем и первое всегда неправильное второе правильное поэтому как-то так наверное так блин мне паспорта нужны мне нужны паспорта собирать разные механизмы не пугайтесь если запахнет припоем ну в смысле этим паяльничковым да спасибо что предупредили о работе у нас необычная работа оператор конвейера чем вы занимаетесь я собираю двигатели бытовых приборов вы наверное думаете что это не женская работа однако на заводе очень много женщин мы проводим конкурс на работу на сборку устройств а стиральных машин рекорд установила а мы продло проводим конкурс на сборку устройств на стиральных машинах рекорд из branch именно женщина как интересно супы на скорость вы не варите очень смешно кikel Мужской юмор. Если бы государством управляли кухарки, они бы уж точно не оставляли народ голодным. Вот это вот то, что государством сможет управлять любая кухарка. Если вы помните, откуда эта фраза, то вы помните. Ладно. Между прочим, начальник смены у нас тоже женщина. Она даже подумывает пойти в политику. В отличие от мужчин-политиков, которые просто неприятны. Политики женщины просто отвратительны. Карла у нас тот еще шовинист. Вот еще почему. Потому что в нашей стране они, как и Санта-Клаус, персонажи вымышленные. Ваш взгляд на женщины настолько широки, что не лезут ни в какие ворота. От вашего мужского шовинизма. У меня снова болит голова. Болит голова? Как-то типично! Пойдите прочь, Карл. Все, заканчиваем разговор. Так, а ты... А, ты у нас приехала только. Как бы мне у вас паспорта-то своровать? Так, ладно. Давайте я отремонтирую хату. Заселюсь туда вот эту вот... Женщину. В последнюю очередь. Так, пойдемте-ка вот сюда. Пока ты у нас пошла, я попробую тебя паспорт стырить. Интересно, у него паспорта продаются. Блин, сколько там стульчиков, стульчиков. Блин, знал бы раньше... Извините. Я бы раньше и воровал бы эти паспорта. Мне же они встречались, просто я... А надо было подумать об этом, то, что... Паспорта понадобятся в будущем. Черт, это мой промах, согласен. Хорошо, хоть он бессрочный. Вот эти вот поиски паспорта. Рыба. В газетке. Так, у нас там чувак кушает. Мне бы его тоже еще дошмонать. Но как-то не получается. Я на всякий случай все это прощу... Ты уже искал, нет? Черт, она идет обратно. Надо быренько еще кровать обыскать. Паспорт своровать. Валим! Я так понял, что... А! Что это было? Блин, этот чувак возвращается. Вот этот сверху, он почти не выходит. Черт побери. То есть его очень трудно застать вне квартиры. И пока он выходил, выходил чисто покушать. А мне бы понадобилось, чтобы он вышел на подольше. Он постоянно кому-то звонит. Он, ну не знаю, он не то чтобы подозрительный, но... Запрещенный предмет, здравствуйте. Если что, можно пошумтажировать, попробовать сейчас. О погоде разговариваем, да? Замечательно. Книги, бритва. А! Черт! Черт, я провтыкал! Нет! Что вы делаете в моей квартире? Простите, уже ухожу. Немедленно уходите. Сказал бы, что ты проверяешь датчики и еще что-то. Так-то по-хорошему я тебя еще и сдать могу. Ну хорошо. Но он постоянно спит. Так, ладно, один паспорт у меня есть. А, погодите, у меня есть три паспорта. Я у кого-то раньше воровал паспорта, видимо, да? Давайте я тогда... Отдам ему паспорта, раз у меня есть три штуки. Мне понадобится, конечно, еще один для себя. Семьи-то у меня нету, как таковой. А, он спит. Давайте постучимся. Откуда у меня три паспорта? Я раньше, видимо, тоже паспорта воровал. Я просто забыл об этом. Ладно. Чувак, слушай. Я тут собрал тебе все. Мне просто теперь еще один паспорт нужно стащить чисто для себя. Надеюсь, ты никуда не съедешь, дружище. Он такой скажет, да, и я тебя вывезу. Только мне надо там 25 тысяч. Так, отдать. Я принес паспорта. Отлично, Карл, вы мне очень помогли. Я вижу, что вам можно доверять. Думаю, что настало время рассказать вам правду. Я помогаю людям из нового завтра не потому, что я альтруист. Их движение имеет все шансы сменить текущее правительство. А нам это выгодно. Кому это? Нам. Мое имя действительно Альберт Мейдники. И я здесь по заданию моего государства. Ты шпион! Крутяк! Какое государство? Вальверде. Что? Мы живем с Вальверде уже 40 лет. Я здесь как раз для того, чтобы эту войну остановить, Карл. И каким же образом ваши игры в немого революционера помогут предотвратить новые кровопролития? Видите ли, Карл, эта война поддерживается обеими сторонами, исключением в целях обогащения правительственных верхушек? Но не перебивайте. Никто уже не помнит, почему вообще эта война началась. Но она дает рабочие места на заводах и шахтах, позволяет отправить на фронт и похоронить прямо там инакомыслящих. Единственный способ ее закончить, это получить явные преимущества. Я говорю об атомной бомбе, Карл. Какой, какой бомбе? Вот видите, вы даже не знаете, о чем речь, а ведь у вашей страны она есть. А-а-а. Но вместо того, чтобы закончить войну при помощи угроз ее применить, ваше правительство предпочитает молчать и отправлять людей на гибель. А если она появится у нас, то мы закончим это бессмысленное насилие за один день. Как бы... Если у вас будет атомное оружие... Выживу... Ох, блин. Шарахнув этой бомбой по нам? Карл, ее применение исключено. После нее не останется ничего. А нам это не нужно. Инженер Бастиан Вольнер сейчас ищет жилье в вашем районе. А-а-а. У него есть доступ к чертежам. Я здесь ради них, Карл. Заселите ей в дом и помогите добыть чертежи. У него есть доступ к чертежам. Угу. Вы в своем уме? Мой долг сдать вас к чертям собачьим. Это остановит войну. Неужели вы думаете, что мясорубка на фронте закончится сама собой? 40 лет. 40 лет они промывают наших детей... Перемалывают детей в труху. Не лучше ли людям производить кастрюли и одежду на заводах, нежели порох и патроны и гробы? Я даже не знаю, что вам ответить. Вы поможете мне? С одной стороны, возможно, чувак просто промывает мне мозги, и как только они получат чертежи атомной бомбы, они пустят ее в дело. Прикиньте стать ключевой фигурой апокалипсиса. Вот это, кстати, хорошая перспектива. Так, а что еще могу сделать? Нет, звучит он, конечно, здраво, но он и должен звучать здраво. Он, черт побери, шпион, и это его работа быть убедительным. Так что тут все нормально. То, что он говорит, все очень ровненько складывается. Но именно потому, что оно все ровненько складывается, я думаю, что что-то здесь не так. Давайте посмотрим альтернативы. Работать на государство у меня уже не так уж и получается, если что. То есть, грубо говоря, если возьмутся за расследование моей личности, то найдут все то, что я уже понафигачил. Да, черт побери, давай. Хорошо, но поклянитесь, что эта бомба не будет использована. Клянусь своей жизнью. Ну, блин, это дешевенькие слова, конечно. Вы сделаете по-настоящему доброе дело. Так, ты у нас в четвертой квартире. У нас кто живет? Депрессуха, алкашка, учитель музыки. Молодая девушка с грустью в глазах. Черт. Охота на инженера. Ладно, сейчас мы заселить инженера не можем. О, вот он выходит. Мне нужно... Черт, он не выходит. Мне нужно по правительственному заданию заселить... Клара Больнер! Ха, тварь, как ты! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А, ха-ха-ха! Как ты выбралась из тюрьмы? Я ж тебя посадил, тварь! Ладно. Кого мне надо заселить? Ингу Биркенфельд. Да? Ингу Биркенфельд. По заданию правительства. Герда, Инга, мать с дочерью снимут просторную квартиру на длительный срок. Дочь 20 лет безработная. Сдать? Блин, у нас куча новых жильцов. Кого бы я хотел заселить? Вот это вот учитель музыки. Ну, блин, я не знаю. Она... Да, я могу ее сдать. А чем она мне мешает? Что вам нужно? Познакомиться. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Дорануэль. Приятно познакомиться. Если что-то понадобится, возникнут проблемы, обращайтесь. Всенепременно. Оооо, погодите. Так, откуда вы приехали в наш дом? Какая разница, откуда я приехал? Важно то, где я сейчас. Мне очень нравится этот город. Не так много людей, как в столице. И все заняты делом. А вам нравится этот город? Да, конечно. Вот, видите, у нас с вами много общего. Это подкат? Или... А, это просто вежливость. Так, про новости. Что нового? К сожалению, мне нечего вам рассказать. Я никогда не... Я никого не знаю в этом городе. Сто успела простыть в первый день. Лекарства надо, но... Про бессонницу. Дора, у вас все в порядке? У вас проблемы со сном? Я кому-то мешаю? Нет, что вы, я просто интересуюсь. Я действительно очень плохо сплю. Как закрою глаза, сразу в голову лезут мысли о всяких страшных вещах. Еще и кошмарные сны. Ну, давай. Вы знаете причину кошмаров? Я лишь хочу помочь, уверяю вас. Почему-то мне кажется, что я могу вам открыться. Дело в том, что я до смерти боюсь своего бывшего мужа. Он страшный человек, Карл. Почему он обращался с вами неподобающим образом? Если бесконечное обращение к врачам с побоями разной степени тяжести, это следствие неподобающего обращения, то да. Как же вы вышли за него замуж? Родители настояли на нашем браке. Для них дочь, которая, скажем так, пристроена. Это большой успех и цель в жизни. Звучит ужасно. Нет, ужасно то, что каждый раз, когда я валялась в больницах с очередным переломом, они вставали на его сторону. Это ты сама напросилась, спровоцировала и все в этом роде. В общем, я несколько лет набиралась смелости и вот, наконец, сбежала оттуда. И теперь скрываюсь тут, как мышь в норе. Думаете, он будет вас искать? В этом я уверена. Он воспринимал меня как свою собственность. Уж к чему, а к своей собственности он относится трепетно. Проблема в том, что у мужа есть знакомый в Министерстве учета граждан. Я опасаюсь, что он может узнать, что я здесь. И тогда, не сомневайтесь, он зовется сюда и сломает меня, как куклу. Я всеми силами постараюсь этого не допустить. Вы хороший человек, Карл. А что это... Как я тебе помогу-то? Я думаю, вам нужно снотворное. Нет, я не подумал про снотворное. Я пытаюсь достать его для вас. Вот увидите, как только вы хорошенько выспитесь, жизнь заиграет новыми красками. Спасибо, вот уж не ждала от кого-то помощи. Бессонница. Ну хорошо, снотворное это вроде как не такая уж и проблема. Поговорите о войне. Следите за новостями на фронте? Ой, нет, я берегу свои нервы. Те дураки не умеют воевать. На их месте я бы давно стерла всех врагов с лица земли. Вам не кажется, что это слишком жестоко? Не говорите чепухи, Карлштейн. Вся история человечества одно сплошное убийство. Если... Или вы плохо учились, приходите в мою библиотеку. Я выдам вам учебники по истории войны. Я знаю, что я сейчас сделаю. Так. Мне нужно стырить у нее компромат. Ну, по крайней мере, пластинки. Я не знаю, я не хочу ее сажать. Так-то она читала книги, и с этим я ничего не сделаю. Но пластинки я у нее хочу забрать. Пластинки мне еще понадобятся для того, чтобы усадить кого-нибудь. Давай. Так. Этот чел пошел похавать? Или выпить таблетки? Или еще что-то быстренько ловимся к нему? Вот тут вот очень неудобно, потому что я не вижу, когда кто-то идет. Ты у нас футболист? Серьезно? Так, торговец пришел, у него можно будет... Ох, сейчас этот чувак меня как застукает здесь. Вот это будет просто звездец. Паспорт я заберу. Спасибо. Мне понадобится. Мне реально понадобится чувак. Извини, пожалуйста. Часы. Обворовываю без регистрации смс. У него коктейль. Или это не коктейль? Надо будет посмотреть сейчас. Блин, я тут очень долго. Очень, черт побери, долго. Очки. Можно пойти на него характеристику составить. Так. Бессонница. Иди сюда. Почтение. Торговать, торговать, торговать. Ф-ф-ф-ф-ф. Аспирин. Табли... Так. Стоп, а где снотворное-то? Снотворное. Давайте купим. Все равно не спит. Давайте выполним это задание. Я вот что думаю. Мне нужно будет познакомиться с новыми жильцами. Если что, у меня есть пластиночки, которые я могу подложить. Сейчас надо будет составить характеристику. Блин. Ладно, я к ней тоже сейчас постучусь. Охота на инженение. Мне квартира нужна, понимаете? Мне нужна свободная квартира. Так, Дора. Что нужно? Вот. Поговори про снотворное. Вы что-то хотели? Да, нашел лекарство для бессонницы. Она должна помочь. Так благородно. Это так благородно. Благодарно. С вашей стороны. Забудьте о жителях моего дома. Моя работа. То есть, я потратил 300 авторитетов для того, чтобы узнать, что ей нужно. Для того, чтобы она мне дала 250 или 200 авторитетов. Круто. Ну, как бы, ладно. Задание, задание. Так. Вот вы, новые жильцы. Мне вот эта старушенца, кстати, не нравится. Возможно, ее можно будет выселить. Она слишком дерзкая, слишком проправительственная. Как большинство бабок, кстати. Здравствуйте. Я Карл, управляющий этим домом. Герта Биркинфельд. Про страну. Вам нравится ваша страна? Не понимаю вопрос, товарищ Карл. Только предательские крысы не любят свою страну. Давить крысы, любить страну, боготворить вождя. Ой, понятно. Кстати, я спрометаю. Ну, вас попросили... Вас же что-то правительство попросило заселить. Ну, понятно. Про погоду. Погода. При любой погоде надо любить свою страну. Наш дорогой вождь заботится о нас. Я каждый день пишу ему письма. Ох. Герта, вы боитесь чего-нибудь? Бойитесь умереть? Ну, там нет ничего страшного. Отдать свою жизнь за страну, что может быть прекрасней. Единственное, что я боюсь разочаровать, дорогого вождя. Учеба. Где вы учитесь, Герда? В школе, товарищ Карл. Это которая молодая, что ли? А та, которая постарше. В самой лучшей школе с самой великой страны. У меня было счастливое детство. Спасибо нашему дорогому вождю. Привет, идея из талинизма, да? Ленинизма и всякое такое. Ясно. То есть мозгов у тебя, как у курицы, наверное, даже чуть поменьше. Так, знакомиться. Добрый день, Карл. Я управля... Добрый день, я Карл, управляющий с ним домом. Привет, познакомиться. Инга Беркенфельд. Я работаю в химической лаборатории. Моя дочь Герда. Формально она не работает, но помогает мне в моих исследованиях. Что за исследование? Извините, моя работа засекречена. Про Герду. Я хотел спросить о вашей дочери. Я вас слушаю. С ней все в порядке? Вы могли заметить, что она немного отличается от других девушек. Немного? Не обращайте внимания, Карл. Ребенку нужно куда-то расходовать свою энергию. Мы как бы не договорили про здоровье. С вами все хорошо? Вы про кашель? Это последствия бронхита. Ай. Угу. Да он так патриотично. Видите, как будто это что-то плохое. Нет, нет, напротив. У вас есть все поводы гордиться ей. Ага. Я хочу их выкинуть. Серьезно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я хочу еще и бабку выкинуть, но бабка... У меня есть яблоко. У меня есть яблоко. То есть у меня есть яблоко и у меня есть... Ээээ... Пластинки. У меня есть две вещи, которыми я могу надавить на людей. Типичные романы любви. Больше у меня ничего нету преступного с собой. Так. Мне просто квартира нужна свободная. Я смотрю, кого выкинуть. Кого выкинуть. О, у нее есть для меня задание. Она не спит. Давайте поговорим с ней. Тыщ, тыщ, тыщ. Фух. Это интересно. Жаль, что у меня здесь не 8 квартир. У меня есть еще двое людей на вселении. Двое! Так. Что вам нужно? Спросить, что ей нужно. Что-то хотели? Да. Очень деликатные и личные, Карл. Я в некотором роде специалист по деликатным и личным делам. Я долго думал, а взвешивала разные варианты. Мой бывший муж. Это со мной он был смелым, сильным и властным. А на заводе, где они производят винтовки, его дразнят дырявый задец. Вот это кликуха. И все потому, что однажды он уронил заряженную винтовку на пол, и она прострелила ему ягодицу. Для него это была всего лишь царапина, которая зажила за неделю. А вот на мне он взрывался полгода, почти каждый день. Более того, с тех пор у него совсем не ладятся дела на работе, потому что он теперь боится оружия, как огня. В общем, Карл, мне нужно оружие. Это единственный способ защититься от моего безумного бывшего мужа. Серьезно? Хранить оружие, тем более использовать, запрещено. Моей жизни угрожает опасность. Прошу вас. Даже не знаю, где я могу для вас его достать. Я на 100% уверен, Карл, что для вас это не составит труда. Вы спасете. Блин, а у кого у нас было оружие? Надо было стырить хоть один пистолет, хоть у кого-то. Ладно. Я посмотрю, что можно сделать. А, то есть у меня даже не спросили, хочу ли я помочь. Это неплохо. Ну, как бы это плохо, но это неплохо. А, я же хотел характеристику на тебя составить, дружище. Так, пойдем. Я совсем забыл про характеристики. А там у нас накопилось. Это у нас... Ты в какой? В шестой квартире, да? В шестой квартире. Ты еще и читаешь. Так, квартира номер шесть. Ты у нас безработный, Анджей. Анджей. Мужской. Один. Безработный. Нравится вот это, вот это, вот это. Отправить. Хорошо. Мне вот что интересно. У-у-у-у. Читаем. Досье. Герда Бельфельд. Все. Я вот... Мне сейчас штраф, скорее всего, дадут. Но я попробую. Так. Рапорт. Гражданка Герда. Из квартиры номер... Три. Нарушила. Где у нас там директива прочтения? Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Это самое популярное у нас, да? Сажают за чтение только так, от 12 сентября. Так. Вот. Нет, не ты. Черт. Вот ты. Вот этого ты нарушила. Если меня сейчас оштрафуют, я просто буду знать, что их защищает государство. Отправить. Че, приедут за ними? Хорошо, хорошо То есть меня попросили их туда заселить Но на самом деле я так понял, что Звонок министерства Министерство порядка Карл, в городе объявлена тревога оранжевой категории Есть вероятность, что в вашем доме Находится взрывоопасное устройство Немедленно осмотрите дом И спросите жильцов Не говорите никому про опасность Нужно всеми силами предотвратить панику Черт, 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 черт Так, немедленно осмотрите дом Но я начну потихонечку шарить Ее арестуют Теперь ты так же еще и посидишь В самой народной тюрьме За великого вождя Давай, до свидания Тварь мелкая Я думаю, в общественной зоне Может быть заминировано Ну ладно Я в первую очередь осмотрю свою квартиру Потому что здесь мне никто не мешает осмотреться О, ножницы, кстати У меня все это время были ножницы Такие поджопники В тюрьму, тварь Да, конфеты, да, конфеты, которые я покупал Хорошо, теперь мамашка осталась одна Шутки закончились Найти в доме взрывное устройство Да вы издеваетесь Ладно, я все-таки полагаю, что у меня вот тут нигде нету Ладно Так Анджей Поговорить о войне Узнать новость Спросить про подозрительное вдове Вот Че подозрительное видели? Видел Что? Видел, как ваша жена обнималась с каким-то незнакомцем Ха-ха-ха-ха Очень смешно Говорить такой вдовцу Ясно О войне Поговорить про работу в библиотеке Нравится ваша работа? Безусловно Хранить книги от людей Что может быть лучше Но в детской библиотеке Какая бы не смогла работать ни дня К сожалению, общество снова забыло Что лучшее наказание для непослушного сорванца Который портит книгу Это порка У вас довольно жесткий подход к воспитанию У вас есть дети? Нет, Карл У меня нет детей Дети противоречат всему, что я люблю Тишине и порядку Да-ха-ха Я портил библиотечные книги, тварь Ха-ха-ха А ведь я, Маргар Частенько в детстве портил книги Да и в старшем возрасте тоже Вы серьезно, Карл? Да Помню, как вырвал страницы Из каких-то напыщенных мемуаров Я специально выбрал статью Уже не помню о чем Что? Это были вы? За вырванные страницы Из воспоминаний о великом вожде Мне дали такую статью, что Семь лет Семь лет в лагерях, Карл И все из-за вас Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ настоящие враги вот они прямо здесь под нашим носом больше вы не нарушите вы не разрушить ничьей жизни негодяй так а серьезно а чем она меня убила то у меня бабка убила что блин в день похорон карла шел проливной дождь как кладбище затягивало туманом никому из семьи карла штейна не было суждено до конца и загрузите меня пожалуйста меня папка убила чем я даже предположить не мог черт побери бабка так что нужно спросить про оружие спросить про закончить разговор так закончить разговор поговорить да 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 спроси подозрительным такие бабки всегда все знают маркет или что подозрительные этого по адресу цветок на первом даже совсем закидали окурками почему почту воруют дверца холодильника перестала открываться соседи стали вести себя шумно как-то по телефону тот по телефону проклинал начальство продолжать нет спасибо так ну рот хора я не буду давайте стиралки опущу эту бабку нужно гнать за шею серьезно там почта я вижу все это время чем не с ней делать то она взорвется сейчас если чё так бомба в стиралке если я если меня если я сейчас взорвусь то бомбы в стиралке самое время почитать почту на осмотреть взрывное устройство таймер из нару а на все время тут лежала что лет мол с собой забрал из наручных часов 6 замкнутых контуров боевая часть 6 динамитных шашек взрывное устройство таймер из наручить закончить поговорить про герту да давайте хотелось бы блин а было сразу вместе звонить я хотел спросить о вашей дочери я слушаю так ладно быстро в министерство звонить таш брать номер сообщить министерств порядка слушаем я шел бомбу что мне делать сохранить спокойствие мы отправим ваш дом отряд саперы отчизны но они прибудут лишь через несколько часов просто не не прикасайтесь к устройствам боюсь у нас нет столько часов нескольких часов таймер уже тикает надо всех эвакуировать без паники карл никого не надо эвакуировать это создаст панику в других районах города нам потребуется осмотреть устройство чтобы выяснить какой из типов бомбы нам предстоит мы отправили вам инструкцию по обезвреживанию каждого возможного типа проверьте почтовый ящик штук блин момент наиболее вероятно что вам подложен один из трех типов бомб таймер из наручных часов 6 замкнутых контуров боевая часть единственных шашек мг мгб 53 до мгб 53 это мы уже осмотрели бомбу беги так вот мгб 53 красный зеленый черный синий красный зеленый черный синий я еще это запомнить успел вы чё фух наверно доложить что страхи не спи оружие достать все ребятушки ладно давайте тогда на этом закончим там почта я все равно еще почитаю фух по времени у нас уже просто серия подходит мне очень интересно что будет дальше но давайте пока на этом остановимся просто прошло сохранение тут я не не могу сам вручную сделать сохранение поэтому мне приходится иногда немножечко подстраиваться под автосохранение которое здесь происходит они происходят не так регулярно как мне хотелось бы все ребятушки спасибо что были с нами увидимся тогда в следующей серии всем удачи добра бобра всем молодости всем покида а а а а а а